здравствуйте любители вязания сегодня в этом видео уроке я вам расскажу и объясню будем с вами вязать корзину для белья также можно эту корзину связать не только для белья также можно для игрушек вот я связала для примера уже окружность нашего дна корзины нам понадобится шпагат здесь 500 метров но нам наверно надо будет 1500 метров чтобы связать большую и объемную корзину также нам мы будем с вами вязать крючком большим шестерочкой сейчас я вам суть объясню как вязать нашу дно корзины значит мы на два пальца наматываем нить зацепляем нить крючком и делаем одну воздушную петлю вот и мы в этой окружности вот одна воздушная петля в этой окружности набираем 6 столбиков без накида соединяем нашу окружность соединительной петлей за заднюю стенку петли и затягиваем нашу окружность чтобы здесь у нас дырочка была маленькая и мы первый ряд вяжем по в каждую петельку ряда за заднюю стенку петли по два столбика без накида снова соединительная петля второй ряд у нас вяжется когда мы соединили соединительной петлей снова в эту же петлю нам нужно связать столбик без накида следующую петельку мы вяжем за заднюю стенку один столбик без накида в третью петельку у нас будет вязаться два столбика без накида следующую петельку снова один столбик без накида и так далее второй ряд снова соединяем соединительной петлей в эту же петлю мы вяжем столбик без накида и третий ряд мы вяжем уже мы там вязали допустим в вторую петельку один столбик там мы вяжем в первую петельку один столбик без накида во вторую петельку один столбик без накида и в третью петельку два столбика без накида то есть в каждом ряду прибавляется еще одна петля столбик без накида и мы вяжем эту окружность вот сейчас я допустим уже связала здесь я вижу допустим 11 столбиков без накида в каждую петельку за заднюю стенку и в 12 петельку я два столбика без накида вяжу потом снова 11 вяжу в двенадцатую петельку два столбика без накида то есть каждый ряд у нас прибавляется по одной петли вот и мы будем вязать но я хочу вот эту окружность побольше связать но рядов еще наверно надо будет рядов 56 еще прибавить чтобы такая была красивая объемная корзина для этого я вам покажу схему чтобы вы могли еще связать и пас у меня на интернете в интернете есть схемка сейчас я вам поближе покажем поближе подойду и вот эту схему чку вы можете в принципе за себе зафиксировать на паузу нажать и можете по этой схемке ориентироваться вот и вязать не не насквозь в петлю а за заднюю стенку мы будем вязать петли вот эту нашу окружность такую какую вам надо какой вам нужно окружность корзины когда мы дно свяжем 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 какую нам необходимо я вам дальше покажу как поднимать в высоту вязать нашей корзины